Доброе утро! В Доме ученых открылся проект, выставка «100 цветных гравюр Сальвадора Дали», иллюстрирующих божественную комедию. Сегодня мы общаемся с организатором этой выставки, Михаилом Сергеевым. Здравствуйте, Михаил! День добрый! Выставка курсирует по всей России, и вот теперь она в Новосибирске. Расскажите, пожалуйста, какова ее художественная ценность? Тиражная графика, в данном случае цветные ксилографии Сальвадора Дали, они как бы убивают двух зайцев, потому что это не графика вот прямо в чистом виде, поскольку при изготовлении подобного рода работы используется очень много краски. Вообще, это сумасшедший трудоемкий процесс. До сих пор, хотя прошло времени уже больше, чем полвека, все эти краски живы, они полны энергии, полны информации, смыслов. Живопись, гравюры, ксилография. Все-таки что такое ксилография, и насколько через просмотр этих гравюр мы можем прикоснуться к гению Сальвадора Дали? Сначала изготавливается огромное количество досок, деревянных поверхностей, на которые наносятся краски. Каждая дощечка отвечает за определенный тон, за определенный фрагмент, и потом посредством некой вот такой печати появляется ксилографический тираж. В течение четырех лет в двух парижских мастерских шла эта сумасшедшая работа, и Дали, безусловно, там присутствовал, контролировал. Акварельные иллюстрации создавали Сальвадором Дали в течение девяти лет. Интересно, сохранились ли они, и где их местонахождение? А вот эта самая интересная история, она и загадочная, и какая-то полудетективная. Эта серия акварельная, она куда-то исчезла. То есть до сих пор неизвестно, я знаю, что проводили какие-то расследования, где она. То есть она исчезла абсолютно бесследно. На выставке представлено 100 работ. Каким образом они были собраны? В Германии, потому что наши партнеры, которые искали тиражную графику, наиболее интересную, наиболее близкую к тому, что мы называем живописью, да, это было сделано, я даже скажу, в каком городе, окончательно приобретено Нойс. Это недалеко от Дюссельдорфа. Странствия по загробному миру. Ад, чистилище, рай. Какие эмоции передает эта выставка? Когда я смотрю эту серию, я не думаю о Данте в этот момент. Мне вот как раз интересна художественная часть. Все, что касается изобразительного искусства. Вот именно как звучит краска в случае цветной ксевографии. Ну и сам рисунок, рука Далиев, линия. Все это крайне интересно. Михаил, вы занимаетесь организацией зрелищных мероприятий вот уже четверть века. Расскажите, что самое сложное в этой профессии? На самом деле, начну с того, что я не чувствую этой профессии. Это некая органическая история, которая живет во мне и развивается вместе со мной на протяжении всей жизни. И были очень серьезные проблемы разного рода. Но они не являлись для меня какими-то, так сказать, подавляющими событиями и все остальное. Потому что органика этого личного процесса, она всегда сильнее. Возвращаясь к дню сегодняшнего. Почему сибирский зритель должен прийти в Дом ученых Саран и посмотреть эту удивительную фантастическую выставку? У сибирского зрителя куча причин, чтобы это сделать. Во-первых, чтобы, конечно же, получить удовольствие от контакта с этим художником. Пусть многие называют его великим клоуном. Потом, конечно же, магия живой краски. Она здесь присутствует. И, в-третьих, наверное, почувствовать себя немножко европейским жителем. И такой бытовой вопрос. Работы нужно сохранить каким образом? Нужны какие-то особенные условия? Да, безусловно. Температура влажностный режим. И у нас они одеты в специальные стекла, куда не проникает солнечный свет, потому что солнечный свет разрушает графику. И они очень прочные, ударопрочные. То есть, ну вот, стараемся хранить контейнеры со специальными внутри смягчающими материалами, чтобы не было сколов, каких-то ударов. Как долго продлится выставка и куда направиться дальше? Продлиться она до 10 апреля. Потом она будет оформляться на вывоз в Прибалтику, который уже давным-давно ждет. Михаил, большое вам спасибо. Вам огромное спасибо. Очень приятно было.